Здравствуйте! Еще раз приветствуемся. Меня зовут Рома Скалов, который сегодня прибыл на скульптуре. Мы будем совместно с вами проводить на тему создания улицы из жизненной ситуации. Откуда такая тема и почему она первая? На мой взгляд, есть на самом деле один источник, откуда все берется, откуда берутся любые истории. И именно ситуация – это и есть такой источник. Я предлагаю определение ситуации, что ситуация – это некое нарушение заведенного в жизнь. Есть некое повседневное течение, поток жизни, и вдруг что-то происходит, что этот поток резко нарушается. Я бы еще добавил, что не то, что… Это, конечно, правильно, но еще плюс к тому, что нарушается естественный обход вещей, возникает некая эмоциональная реакция на это. То есть это связано с тем, что человек удивляется, пугается. Ну, возникает какая-то эмоция, которая дает мощный энергетический заряд ситуации этому моменту. Это может быть совсем ничтожное изменение естественного хода событий. Может быть, для кого-то это просто то, что он увидел на потолке трещину, а раньше ее там не было, и вот трещина так его поразила. Ну, дала такой эмоциональный всплеск, что это может сказать… Да, момент сумасшествия и вдохновения, и в итоге получится какая-то история. Существует, ну, как мне кажется, вот две таких больших разновидностей ситуации. Некие ситуации, которые порождаются нашей фантазией. То есть мы моделируем что-то, исходя от нашего опыта или нашего сокровенного желания. Мы моделируем какую-то ситуацию. А второй как раз источник – это сама жизнь. То есть мы берем ситуацию, вот с нами что-то происходит, скажем, там… Пошли в магазин, а магазин закрыт. Вот ситуация. А нам нужно источного там продукта. Нам гости приедут в церковь. Что мы будем делать в этой ситуации? Нам нужно напрягать мозги и думать, как нам раздавать продукты. Правильно? Ну, или другой тип ситуаций. Например, человек сидел-сидел, что-то делал, а потом как-то неожиданно так поднял голову и понял, что в квартире кроме него никого нет. И такая тишина. Первый раз на десять лет он слышал тишину у себя в квартире. И для него это тоже ситуация. И она может быть не менее яркая и заряженная, чем ситуация с ключами или с магазином. Или с аварией, бракой там, еще чего-то. Ну, вот так сложилось, что в квартире все-таки превалируют первые люди. Это некое фантастическое допущение. Это другая ситуация. Мы хотим рассказать о том, как же все-таки нашу жизнь, те ситуации, которые происходят в курсе дневности, в нашем курсе дневном опыте, как-то переводить на язык комиксов. Ну, вот я хотел привести некоторые примеры из того, что есть в современном комиксе, именно в этой комиссии, например, книжка или вот «Мавил» «Давай останемся друзьями». Это четыре истории любви, которые закончились ничем. Закончились фразой «Давай останемся друзьями». У нас взгляд очень забавный и интересно, но ни капли не отходя от реальности. Да, там нет никаких волшебных палочек, нет, там, не знаю, пришельцев, нет контунов, там все крайне реалистично. «Овраги». Такой комикс, знаете, видел? Вот. Ну, вот, комменционно, и все-таки сцена этого комикса становится история про то, как его друг потерял паспорт. Представляете, в чьей стране она оказалась у нас в стране, ищет планеты, и вот он потерял паспорт. То есть это… Ну, еще часто вот есть тоже такое определение ситуации, что это то, что мы больше всего не хотим, чтобы с нами произошло. Но тем не менее, если это не произойдет, то наша жизнь будет, ну, скучная, и в ней не будет вообще ничего происходить. То есть именно тогда, когда происходит то, чего мы больше всего боимся, то, чего мы не хотим, чтобы с нами происходило, и именно это, и, ну, там, становится, если мы потом посмотрим, самое интересное, что было в нашей жизни. А еще, что есть интересный такой факт, да, что обычно, если посмотреть на эти комиксы, ну, вот, пример, например, комикс про Супермена, есть очень опытный факт, что обычно самые монотические комиксы, где происходят самые, что невероятные, художники прорисовывают их очень реалистично, да, и вот Скайтор приезжал, кстати, кто-нибудь был на моторной лекции, или нет? Вердийский и замечательный художник, ну, вот, например, одна из его книг, там всегда есть некое такое вот, ну, сюрреалистическое, невообразимое упущение, да, например, там человек сказал замечать, что у него цветная тень, да, вот такая исходная, как бы, ситуация, и что с ним дальше происходит, да, или вот, например, невидимые границы, да, где герои там включают какие-то вообразимые миры, но нарисованы они предельно реалистично, да, и вот есть такая тенденция, что самые фантастические комиксы, они, как правило, нарисованы очень реалистично, а те комиксы, которые основаны на повседневном, на жизненном ситуации, они, как правило, они, как правило, те же самые овраги, они нарисованы очень высоко, и немножко как абстракт, да, то есть, как бы, такие две, ну, потенциалованные столицы. Вот еще, как бы, третью же, да, это вот комикс Джо Сакар, может быть, он его тоже знаете, это человек, он, как бы, едет в самые горячие точки, вот он едет, например, в Палестину, едет, там, в Сергию, да, он хочет пережить какую-то экстремальную опасность, на грани жизни и смерти. Потом присутствует об этом комикс, да, художник достоверный, он ничего там не искажает, там нет ни решенцев, ни каких-то, там, грудунов или волшебных палочек, вот, там все предельно реалистично, но, самое главное, для большинства обывателей, он, ну, какой-то, ну, фантастический, да, потому что, ну, большинство людей живут спокойно в своих, там, мирных городах, и для них, как бы, как, ну, репортаж основного мира, из какой-то другой параллельной реальности. Вот, тем не менее, это тоже жизненная ситуация, но он сам помещает себя в такие ситуации, и, ну, это служит источником для его, так сказать, работы. Вот, и, ну, у нас, в таком жанре работают и коломаски. Понимаете? Она едет, там, в судьбу, устраивает занятия, там, включенным, да, или, там, едет, там, в суд, например, да, смотрит, так вот, там, все, тут, да, в том, там, или, там, то есть, она тоже хочет получить какой-то необычный опыт, который, ну, обычной жизни, где-то имеет, вот, соответственно, на эту тему сделать какой-то рактор. Поним? Это, ну, другое. Ну, вот, руком у вас стоит помеш-репортаж. То есть, у вас получается либо некие троматические ситуации с повседневной медициной, либо такой вот созердательный комикс, особо нет троматических ситуаций, либо помеш-репортаж, но он померенно помещается в мою ситуацию. Вот. Или вот вот это вот еще, можно сказать, четвертый, когда это герой, прицелка делает автопердафиксовую вещь, просто описывает свою жизнь в пользу. Это тоже большой язык в пользу. Поэтому надо отключиться. или от книги Николая Маслова он тоже свалял в интернете, выпустил несколько троматов. Ну, это вот, собственно говоря, что уже есть на данный момент, на какие есть случаи. Вот. Ну, сейчас, наверное, хотим посмотреть на нас сами, на наши собственные ситуации. Ну, я могу сказать, что в принципе практически все получается, оно и жизненные ситуации. То есть, ну, причем очень конкретные жизненные ситуации. Но иногда это таким образом модифицируется, что потом может быть сложно знать. Но для меня это точно очень актуально, в тот момент, когда я делаю. Мало того, что это ситуация, еще и в тот момент, когда я это делаю, это продолжение этой ситуации. Она еще не закончилась. И сам комикс продолжение ситуации. Да. И, в общем-то, может быть, даже не менее важно, чем самая ситуация. Один пример, это совсем простой. Пример, там еще такой был про ледистов. Ну, вообще, это пример того, как ситуация совершенно напрямую переходит в работу. Это было, ям-яма в горах. Настоящий попробовал быть лединистом. И там такая ситуация. Гребень горы вот такой, узкий. И нам говорят, что если идет цепочка, привязанная друг к другу, и нам говорят, если впереди идущий упал с этого обрыва в одну сторону этого крепления, то следующий должен прыгнуть сам в другую, чтобы они уравновесили. Когда я шел, я реально понимал, что это решение надо будет принять за секунду, потому что потом будет поздно, иначе все улетят. Надо это как бы спасать. Еда два километра с обвих сторон, и очень узкие переели. Ну, по-настоящему страшно. Я как-то так пережил внутри себя это. Ну, это такое было интересное вообще, внутреннее переживание. Ну, и фокусы. Варианты. Это так и получилось. Момент принятия решения, он очень, очень как бы яркий для меня был. Хотя мне не пришлось его принимать на самом деле, это слава. Но я как бы его принимал. И я даже не знаю, что я там принял. Какое впечатление. Вот. Но это совсем простое время. Бывает посложнее, когда ситуаций много. Ну, например, вот последняя работа «Класс». Там все перемешалось. И вот этот «Класс» это как воспоминания из детства, дешевкой бочки с классом на дворах, что-то такое. И на них наслоились какой-то интерес. Какое-то время у меня был таким гравюром, называются «Кляски смерти». Вы видели такие средневековые, даже не средневековое, зарождение, где смертные скелетики приходят к разным королям, к, видимо, разных сословиях, к женщинам, к красавицам, к старикам, к дневкам, и уводят их в могилу. Это называется «Канцы смерти». И потом, неожиданно, они вот сюда вошли, какой-то мотив ввелся. Плюс сюда пошел интерес к каким-то суфийским делам, вот в этой фразе финальной, что каждый человек и каждое животное должны испытать смерть. И эта фраза, которая была сказана… На самом деле, это история. Я ее вычислил где-то, что когда умирал один суфийский мальчик, ему пришло письмо. Это было письмо от его друга. И этот друг в письме. Ну, то есть, письмо, которое он писал последнее слово «Умирающему другу душу». И он вот написал такую фразу. «Каждое животное, каждый человек должны испытать смерть». То есть, вот так он обращается к своему другу. Я подумал, что бы я могла сказать умирающему другу? Для меня это было каким-то ярким эмоциональным переживанием, которое в какой-то момент очень сильно я захватило, я там ходил, где я думал, что бы я написал другу. Ну, серьезно. Снег. И вот потом это как-то все это смешалось с этим классом. Вот. И там еще были какие-то моменты тоже. Этих воспоминаний, вот этих вот моментов жизни, их может быть очень много. Их случается постоянно очень много. Но они забываются. То есть, через месяц можно и не вспомнить, что было такое переживание. Через год вообще. Вот. Ну, когда приходит время сесть на все три словечки, ну, очень хочется как-то воскрешать все эти, памяти, все эти штуки. Есть такие бумажные папки, разные, обычные пателлярские папки. Они там, структурируют по-разному, как есть. Есть, например, папка идеи и записи. Я туда просто, да, попадает вообще все. Я прочитал какую-то фразу из книги, которая просто чуть-чуть меня задела. Слышный парад, сказанная там дочкой, не знаю, фраза. Она позвонила после парады нашего. Я говорю, что звонишь? Она говорит, я хочу, чтобы пустота услышала нашу радость. все. Ну, все. Ну, я не знаю, что нужно из этих фразы дальше. Я это написал. Когда надо что-то... Ну вот, есть какая-то идея, но чего-то не хватает. Ну, пустовато как-то. Не хватает. Можно сесть, разложить это все как разъясно, почитать. И, ну, это удивительным образом вот создает эту ситуацию. Эти простые бумажки, они как-бы заставляют заново переживать то, что когда-то было у меня. И, в принципе, у некоторой работы у меня есть вот комикс один, который я сделал целиком. Он весь выдуманный на основе вот этих записей. Я просто взял несколько идей, которые там как-то саккумулировались, и соединил их вместе. Он сделан скомпилирован из разных идей. Вот. Каждая из которых имеет эмоциональный заряд. Они не пустые как-бы, они не просто придуманы снегом. Ну вот. Как бы тема нашего проекта в принципе в том числе это добиратность. А в целом, как вы знаете, у вас такие истории серьезные и юристические не важно. Как это значит? Они понимают, как это серьезная и не серьезная тема классных отношений людей на народе. Национальности, культуры. Как-то иначе, что-то такое интересно глубокое. я могу сказать, как раз у меня был комикс про комикс по скинхедам. Как он родился? Это мы предложили для журнала рисовать комикс на свободную тему скинхед. Сначала я думал, как скинхед себя ощущает. Откуда это берется? Скинхед забрел в какой-то латинский квартал, где средоточие тех, кого он считает врагом. как он себя чувствует. Он себя чувствует как в крайне враждебном окружении. Он не может одновременно, потому что повсюду они сильнее. Вот он один вводит по этим районам, потом идет куда-то качал, качается, хочет им отомстить, а ему все это не нравится. На самом деле это тоже как в каком-то вроде трагедия, когда человек чувствует себя в крайне враждебном мире, в котором он хочет уничтожить. Вокруг не могут быть люди. Он сам создает себе какое-то адское пространство. Сначала я размышлял, а потом я пришла идея про некую группировку людей, которые гастролируют по городам, договариваются с властями, чтобы устраивать всякие погромы показателями, а потом пластику изгоняют. И за счет этого держат народ свои контролируют. Потому что они говорят, вот же, видите, как мы хорошо работаем, защищаем вас от напасти. всех. Мы в итоге находимся в пустынхенов. А потом даже дальше разобьется. Потому что это может продолжаться бесконечно. Такой народный гнев опять же отплатит. насилие вернется к самовластям. Вот так я разрабатываю все. Для меня в этой теме уважения людей к другу, долерантности близка такая сторона как бы уважения к Индии. Даже не так как это назвать. Нет названий, я просто буду описывать. Когда человек ему необходимое для себя, очень часто, особенно это бывает в момент перехода возраста, становления, специфицировать какую-то группу людей. Ты кто? Я хиппи. Ты какую музыку слушаешь? И группировать цепучками по разным признакам. И этот момент происходит такое странное разделение людей на группы, каждый из которых в принципе это такая мини-модель какая-то ну то есть потом, если все это развивать, развивать, доводить до всего, то получается фашистская организация. Ну реально. люди, то есть люди, которые отождествляются какой-то ну плюс еще подпитывают энергию какой-то авторитета и все такое, но они держат группы и они ненавидят окружающих, которые по определенным признакам от них отличаются. в какой-то истоках это где-то находится в любых простых разделениях. Мы художники комиксисты, а они композиторы глупости. В среде комиксистов может быть такое разделение на мангаке и те, кто любит как две такие пироги. Вот этот момент я еще не понял вообще что это и к чему это приведет, но вот этот момент мне интересен. Я бы подумал как-то мне еще интересно то, что вот эта эстетика фашизма она имеет свою протягательность. она имеет свою силу. И часто по глуполовой стороне нет того, что она может приводить замену. Того, что человек получает в этой организации. Когда он в этой своей структуре ему очень четкое разделение все понятно. Понятно мир устройств, с кем надо бороться, понятно, что надо делать. Есть некая эстетика, понятно, что надо одеваться. с остальное мир не задают жесткие критерии, жесткие правила. Поэтому тут есть некое что-либо. структу Он в какой-то момент попал? Да, в какой-то момент он попал, потому что его это протянуло. Значит, он чего-то не заполучил, в реальном окружающем линии, что он получает там, то, чего ему не хватает. Он там реализует работу своего. И для меня важна тема, что то, что он может реализовать там, он не может реализовать одно, что ли, между целью. Нету другую руку. Еще важно, что эти организаторы еще организованы, например. Там есть жесткий непорядок, потому что они занимаются подготовкой, спортом. У многих это влечет, привлекает. А нижний другой окружающий может что-то положить замену, что вытворил эти потребности. А если бы он смог, может быть, у человека был бы выбор. И он бы смог направить какую-нибудь консистику. Я хотела спросить, я посмотрела «Роннио комикс», очень понравилась, очень жизненная. И я думаю, будет интересно многим услышать. Многие что-то рисуют, скетчи какие-то, те же самые малискиновая вся эта эстетика. И как у вас получается от каких-то набросок разрозненных жизненных ситуаций и наблюдений провести это все в какую-то историю, чтобы было интересно смотреть. Как это все получается, понятно. Ты имеешь в виду технически как это делается, или как это в голове происходит? Ну, частично технически, то есть, грубо говоря, непонимательный этап перехода от каких-то разрозненных деталей и конечного результата. Грубо говоря, это все бац-озарение, или это какой-то длительный процесс? Это длительное бац-озарение. Там происходит, ну, не знаю, для меня это не разрывно связано с рисованием. Есть люди, которые придумывают текстами, у них в голове складываются такие текстовые штуки, а этот момент надо рисовать. Я сажусь, у меня есть несколько штучек, которые я начинаю вместе пытаться объединять. Я рисую там, это может быть что угодно, может быть одна картинка какая-то, ключевая, которая в себе соединяет плавную идею, когда с нее все начинается. Иногда нужно придумать какую-то фразу важную, которая должна быть. Это через рисование. Иногда раскадровку надо рисовать. Еще ничего не понятно, но уже пора рисовать. Берешь такую, видишь раскадровку, маленькие картиночки, в которых ничего не видно, видно только пятнышки, совсем дрошечные, стрелочками можно писать, где там кто говорит. Я максимально долго оттягиваю момент конкретности. И вот это очень сложно двигаться. У меня даже сложно перейти. Все такое зыбка, и вдруг надо все сделать по-настоящему, чтобы потом его раскрасить, показать. Этот момент очень трудный. Надо заставиться сесть, взять к стулу, выбрать заранее заранее готовиться, в этот момент поздороваться. Желоскоп. 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 Не знаю, буквально дождаться, чтобы уже досталось два дня. Разные пояснения. Если бы за деньги работала, то, наверное, там очень деньги хорошо наградает. Я не знаю. Спасибо. Спасибо.